Дорогие друзья, дорогие подписчики канала Фарнаксфилд, мы вновь на стенде компании Кокамин в городе Москва, на выставке Салон Камина 2020, и сегодня сейчас Владимир нам расскажет об очередной новинке компании Кокамин, это топка, но с уникальным решением для, не только для топок, но и в принципе для каминов. Да, именно так. Уникальность этой топки визуально понять очень сложно, потому что это традиционная Дельта 800 с черным шамотом, но на самом деле здесь реализовано, на мой взгляд, принципиально новое революционное решение для каминов, и в частности для топков. А именно, в этой топке мы реализовали так называемую вариативность, а именно комбинированное горение. То есть, что это такое? Если мы посмотрим внимательно, то внутри топочной части мы видим колосник. Да, все предельно просто. То есть, привычный всем колосник, но... Но, в данной модели также реализованы воздуховоды для подового горения, так называемого подового чистого горения. Таким образом, мы можем использовать это для создания уникального пламя. Почему? Мы можем регулировать подовое горение, то бишь, открывать, либо закрывать. Точнее, наоборот. Вот тут закрыто, вот так открыто. Подача воздуха на подовое горение. Снизу. Вот здесь специальная направляющая. Подню снизу по периметру двери. Далее, следующая регулировка. Это подача воздуха через колосник. То есть, классическая подача воздуха. Совершенно верно. Когда горит весь объем досплива. Да, да, и более интенсивные регулировки. То же самое, закрытое, открытое. И, открыв оба эти потока воздуха, мы получаем комбинированное сгорение. То есть, и через колосник, и посредством подачи воздуха вдоль двери. Соответственно, в колосник и порт мы смогли скомбинировать вместе. И человек, если хочет, у него горит идет подача воздуха через колосник. Или, если он хочет, он может также в этой же топке получить так называемый поле горения. Давайте упростим, наверное, подачу материала. И что это дает клиенту? То есть, разная подача воздуха влияет как-то на отображаемое пламя? Во-первых, при колосниковом горении интенсивность горения выше. Это первое. При водовом горении, конечно, оно менее интенсивное. Но как раз мы получаем так называемое длительное горение. Слепочек клиента. То есть, воздух подается равномерно. Нет каких-то скачков. То есть, больше-меньше. И, соответственно, дрова абсолютно в спокойном режиме горят так, как им и положат. Владимир, давайте я сейчас еще предположу. Если мы говорим о режиме длительного горения, то чаще всего в печах, либо печах в каминах это подразумевает то, что в этом режиме начинает активно коптиться стекло. Но так как здесь подача воздуха идет по периметру, то стекло получается и обдувается со всех сторон. То есть, даже в режиме вот таком кислородного голодания стекло камина будет чистое. Здесь в этой топке воздух подается и снизу по всему стеклу, по периметру, и сверху. Таким образом, никакого копчения мы не получим. Я не беру экстренные случаи, когда старые валенки сожгли, либо доски с краской. Ну, либо просто сырые дрова, либо сильно смоленистые дрова используют в камине. Совершенно верно. Если мы используем абсолютно нормальные подготовленные дрова, то никакого копчения в принципе будет не нужно. Я правильно понимаю, что это первая модель с подобным решением и дальше нас ждет расширение модельного ряда, точнее переход. Переход, совершенно верно. Это будет переход всех топок серии дельта на комбинированный режим. Самое главное, что мы полностью удовлетворяем потребности, как покупатели, которые предпочитают традиционные колосниковые топки. И также можем предложить аналогичный продукт тем, кто хочет топку с подовым горением. Мы добавляем, скажем так, вот эту очень существенную опцию и сохраняем все, что было. То есть здесь работает система очистки стекла, система вторичного дожда, забор воздуха извне мы можем получить. Также разводка воздуха в соседние помещения, встроенная шиберная заслонка, отличный обзор огня, возможность реализации и черного, и белого шамота. Здесь все мы отдаем на отпуск нашим покупателям. Что он захочет, то мы ему и предоставим. От себя хочу добавить то, что действительно это решение, когда и в камины топки используются и подовое колосниковое горение, позволяет малоопытным пользователям в будущем определиться, что же им конкретно нужно. Им не нужно решать на этапе выбора изделия, какой же мне камин купить, что такое подовое горение, что такое колосниковое. Здесь он получает уже изделие с возможностью использования того и другого. И в будущем он уже сам, поэкспериментировав с движением вот этих двух рукояток, сможет добиться того, чего ему нужно. И сбалансированного, допустим, горения дров и, опять же, внешнего вида пламени. Я думаю, все равно будет какой-то эффект меняться при разной подаче кислорода, при разной подаче воздуха. Владимир, спасибо большое. Мы ждем актуальную цену на эту топку. Ждем от вас пресс-релиз. Присылайте. Мы сразу же на нашем сайте fornax.ru разместим информацию об этой новинке. Ну и, естественно, закажем ее в наш магазин, в магазин Fornax. Следите за новостями в наших соцсетях и подписывайтесь на канал Fornax Film. До встречи. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok